Всем привет из Киева, столица Украины! С вами Виктор Фурзов. Сегодня 13 апреля 2019 года. Сегодня мы поговорим о том, как разводить жука Зофобуса в домашних условиях. Зофобуса, Зофобуса, Зофобуса. По-разному его называют. Латинское название Зофобус Атратус. Синоним Зофобус Морио, но это одно и то же. Именно этот жук, которого вы можете встретить в зоологическом магазине на рынке, и которого вы встретите в обычном виде личинки, которого используют для домашних животных, для кормления, сейчас у нас здесь будет на экране. Мы покажем его развитие от яйца до взрослого насекомого. Взрослый насекомый откладывает яйца, из яйца вылупляются личинки, личинка растет, потом засыпает на старшем возрасте, потом она превращается в куколку, и снова появляется взрослая насекомая. Насекомые, которые после спаривания откладывают яйца. Сейчас мы наблюдаем ходящих как раз взрослых имага в спокойном таком состоянии. И где же они находятся? Они находятся в контейнере. Смотрите наш сюжет, покажем вам, как содержать в простых обычных контейнерах, вот таких вот, с ручками 5-литровых. Итак, сажаем жука Зофобуса в контейнер. Ну, если вы получили уже имага, то вам проще. Ну, сначала вы можете вырастить его из личинки. Ну, покажу вам уже имага, чтобы видели, что же у вас получится из личинки. До личинки мы еще дойдем. Немногие видели вообще самого жука. Он довольно-таки крупный, размером фактически с майского жука. Представляете себе, где-то 3 сантиметра. Немаленький. Можно до него дотрагиваться руками, хотя он немножко пованивает. Сейчас покажем в отдельном сюжете, отдельном здесь, что дальше произойдет. Итак, сажаем их в контейнер. В контейнер часто насыпают различную крупу, овсяную крупу, любую другую, которую поедают. Как бы жуки откладывают туда яйца, а потом развиваются там личинки. И неудобство этой среды в том, что там развиваются мощные клещи, которые вылезают из контейнера, ползут в разные стороны, по квартире или на других домашних питомцах. Они там ничего, конечно, не сделают на питомцах, но они снова будут поедать какую-то новую питательную среду. И своими шкурками, своими погибшими тельцами будут вызывать аллергию. Приходится чесаться, будут чесаться руки, глаза, и могут быть высыпания. А вот если вы аккуратно содержите на культуре, клещей не будет. Вот тут клещей нет. Почему? Потому что здесь использована сухая среда. Вот сухие деревья, вот сухие старые деревья. Вот это вот дерево, источенное личинками, уже за фобосы, сюда я его переместил. А можно использовать то, которое остается, например, после того, как дерево сгнило. Могут быть коричневые, могут быть белые вот такие кусочки. Может быть так же и труха. В эту труху уже можно посадить жука за фобосой, который будет там прятаться. Ему нужны вот такие маленькие убежища, потому что жуки любят прятаться. Вот они и в такой вот выгрызенный домик будут прекрасно прятаться. Видите, они там скапливаются вместе. У них есть инстинкт такого скапливания. Они собираются все вместе. Там им интересно, они как боли коробки ищут друг друга. Не будут просто так вот бегать здесь по контейнеру, а будут в некоторых случаях даже сидеть такой веселой компанией. Вот здесь они часто любят под вот этой коробочкой собираться. За счет того, что у вас будут вот такие вот деревяшечки, они будут их обогрызать на кусочки, на разные будут откладывать яйца. Они в такие вот в различные отверстия будут прятаться. Это их естественное состояние. Другие жуки зато туда не доберутся. Здесь они найдут себе небольшую щелочку между деревянными здесь структурами. И откладывать туда будут яйца. Но не только. Если вы сюда положите, например, влажный банан, он через некоторое время загниет. Поэтому лучше сначала они подпитаются на этом банане, а класть сюда сухие шкурки бананов. Вот на сухих шкурках бананов жуки зафобусы будут откладывать яйца. Вот сейчас мы отберем эти деревяшечки. А вот их тут много. Их не надо сразу же выкидывать, потому что если вы их внимательно посмотрите, приоткроете вот здесь вот шкурки, вот они у меня в отдельном коробочке уже собраны, на этих шкурках будут отложены белые яйца. Они будут небольшого размера, около миллиметра. Часто они бывают не одиночные, а такими кучками. Вот здесь, с левой стороны, белое яйцо. Вот видите, вот здесь группа яиц. Вот тут от 5 до 10 до 20 яиц. Вот тут я уже отдельные шкурки такие собирал. Я их показывал в отдельном сюжете. Здесь уже на краешке отложено около 20 яиц. Развитие яйца происходит очень быстро. В течение 70 дней вылупляются мелкие личинки. Они вылупятся и здесь. Они найдут здесь маленькие себе скромные убежища, в различные трещинки залезут и спрячутся там. И будут потихонечку вылезать и подгрызать еду. Сами жуки фактически очень плохо питаются. Если им давать вот такую корочку хлеба, они ее, конечно же, будут точить. Но не столь интенсивно, как какие-то другие домашние животные. Или вот даже ту же шкурку банана. Видите, они ее немножко подпитались, подлезали сахарок. И тут же уже успокоились. Они не точат это буквально как хомяки такие. Вовсе нет. Достаточно спокойно. Вот сейчас я их попробую собрать отдельно. Всех вместе. Потому что мы будем продолжать этот сюжет. Не просто с жуками, а про их личины. Потому что из яиц будут вылупляться личинки. Вот здесь лежит корм на такой прозрачный. Если вы даете сюда какие-то одуванчиков, не столь важно. Они и одуванчиками мне нравятся. Вот, пожалуйста, здесь осталось сухое яйцо. Очень хорошо питается на свежем яйце курином. И сразу же будут его подъедать. А вот сами они зарываются вот в эти различные крошечки. И там спокойненько себя прячутся. Потому что если их довольно-таки много, если вы их не успеваете идти иногда время от времени подкармливать, давать вот им яйцо или какую-то другую белковую пищу, они начинают нападать друг на друга. В этом неудобство. Как раз неудобство, что они начинают нападать. Потому что они пожрут, например, самок. Или просто с голодухи. Потому что у них это явление каннибализма. Поедание друг друга. Раз каннибализм, то взрослые жуки будут нападать на других. Тут же могут вывестись потом у вас и личинки. В этих вот маленьких. Так, вот сейчас мы их. Вот оттуда уже их и не вынешь, например. А вот эти я уже могу при чистке контейнера даже отобрать сюда. Тут вот жуков нет. Эти кусочки не обязательно выкидывать. Эти можно просто осмотреть и переложить. А здесь я сейчас хочу выбрать труху. Если сюда подкладывать кусочек хлеба, кусочек хлеба будет выгрызаться. А вы увидите здесь экскременты жуков. И потихонечку также появятся и личинки. Личинки будут выходить и прятаться здесь в разных укромных убежищах. Сейчас мы их жуков отберем. Вот сюда в сторону. И посмотрим, что тут будет дальше. Вот здесь личинки будут подъедать хлеб. Они будут прятаться вот в различные сюда шкурки. И вот они будут прятаться вот в этой мелкой трухе. Однако, если вы будете недостаточно хорошо кормить жуков, вот в этой трухе сейчас находится множество маленьких личинок. Сейчас моя задача их просто отобрать. Тут уже некоторые не такие маленькие, по сантиметру. Я давно не убирал. Некоторые вот здесь, в таком вот кормительном садочке, здесь уходят. Ей даже сложно рассмотреть при зуме. Потому что они всего лишь здесь около 5 мм. Поэтому мы их не будем сейчас рассматривать. Некоторые вот тут уже появившиеся личинки. Раз, пожалуйста, довольно-таки крупные. Но я уже несколько раз тут их перебирал. Вот видите, вот еще одна крупненькая. Но сегодня задача их просто всей командой отобрать. Сейчас мы их отберем. Вот видите, здесь мы их отберем вот так вот отдельно. И мы их посадим в такое разводное устройство. В следующий маленький контейнер. Так, для этого у нас будет маленькая, вот еще здесь будет мелюс гаджет. Мелюс гаджет. Вот здесь их мы подберем еще. Здесь пускаем. У нас разводится мелюс гаджет. Будет разводиться мелюс гаджет. А крупненький у нас сидит в другом контейнере. Итак, здесь мы оставляем вот маленький контейнер. Он здесь будет разводиться мелюс гаджет на вот этих же маленьких шкурках. Как вы видите, на маленьких шкурках и на вот этом перетертой трухе. Здесь не заведутся клещи, если не будет слишком много здесь мучных изделий. Особенно крупы, потому что клещи едят крупу. Они будут, некоторые клещи есть и банановые шкурки, если они будут у вас влажные. Или заведутся дрозофилы. Если сухие, никто не будет здесь уже развиваться. Итак, вот это разводильное отделение для самых маленьких. А теперь смотрим, где у нас большие. Вот большие тут сидят в большом контейнере. Следующий. Да, а где же наши большие... Так, пардон. А что же наши жуки? Жуки остаются вот здесь, в этом контейнере. Мы им подсыпаем вот таких подпалочек. Мы им подсыпаем вот таких подпалочек. Вот какие-то более крупненькие. Чтобы они их подтачивали. Они тоже их любят подтачивать. Собранных на улице. В струхлявом дереве. И будет достаточно, чтобы их подтачивать. И тут соблюдается будет влажность. В этом контейнере. Вот такие вот подпалочки. И возвращаем. Человекоманду. Вот видите. Это жуки наши. А вот это их убежище. Это жуки, это их убежище. И как это все. Такой бедлам вместе выглядит. Им здесь есть где спрятаться. А кормиться они будут вот отдельно. Здесь сюда будем выкладывать... На пластик будем выкладывать фрукты. Вот сюда. Вот такой вот контейнер. Так. И не забывайте сюда. Можно набросать сухих курок бананов. Чтобы жуки туда откладывали яйца. Так, поехали дальше. Итак, личинки вылупились весь маленькие. Они начинают расти. И они вот постепенно растут. И сейчас мы посмотрим, в кого же они вырастут. Так, мы сейчас поставим наш контейнер. Вот тут они уже и выросли. Вот. Подкармливать их можно вот такими шкурками бананов. Вот такими. Так. И вот даже сухими. Они будут подъедать и сухие шкурки бананов. Уже более крупные личинки. Сейчас мы их немножко отберем. Этих крупных личинок. Вот тоже здесь подложены специально такие кусочки деревьев. Которые личинки прекрасно себе выгрызают. Маленькие кусочки. И развиваются. Подложена вот такая, видите. Корочка хлеба. Ну, здесь есть грызочек. Такой кусочек яблочко. Точнее говоря, его уже так подгрызли личиночки. И тоже здесь мы наблюдаем. Видите, основной субстрат. Это вот такие сухие кусочки деревьев. А уже вы наблюдаете, что субстрат двигается. Двигается. Что же это он так двигается? Интересным образом убираю. Крупные пока что детали. Двигается. Потому что вот в субстрате на самом донышке. Двигаются именно личинки за фобосы. Которые вылупились и потихонечку развиваются. Вот мы наблюдаем, сколько же их тут есть. Вот. Видите, они уже здесь довольно-таки весело подросли. И довольно много. Вот. Сейчас мы отберем вот сюда. Часть субстрата, чтобы их показать. И даже пройдем такой просев. Чтобы вам показать, как они здесь растут. Когда не производится их селекция. То, что происходит в конкуренции. Вырастают более крупные, более мелкие. Так вот я отбираю. Видите, здесь мелкие кусочки деревьев. И кусочки растений. Так. Субстрат двигается. Все зарываются. Зарываются субстрат. Видите, зарываются субстрат. Прекрасным образом. А здесь мы видим развивающиеся личины. Личинки имеют 12 возрастов. Они очень часто так группируются. Они будут и выходить наверх субстрата. Ходить по нему. Но чаще всего они вниз туда закрываются. И зарываются. Потихонечку вылезают. Отгрызают кусочек. И снова прячется субстрат. У личинок, несмотря на то, что они вот так группы. У них развивает каннибализм. Если у них будет недостаточной пищи. Они будут поедать просто друг друга. Вы будете просто не замечать, что более крупные поедают более маленьких. От откладки яйца до отрождения ямагов. Весь цикл развития у жука происходит от 169 до 181 суток. Взрослый жук живет до 206 суток. Замечено, возможно, даже более долго. После копуляции происходит развитие яйца в половых органах самки 10-11 суток. И фактически за 80 дней самки копулировали и откладывали яйца 8 раз. Происходит откладка от 5 до 20 яиц. Каждый раз. Видите, каждые 10 дней будет 10-11 дней откладываться новая порция яиц. Вот считайте, сколько у вас может получиться постепенно. Потому что в вашем субстрате яиц и потом вылупляющихся личинок. Многие личинки гибнут первых возрастов. Они подсыхают. Многие вот и вырастают. Продолжительность развития их, конечно, разная. Все зависит от температуры. И от влажности. Стадия личинка развивается до 151 суток. Это довольно-таки долго. Потому что очень медленно происходит их развитие. И сейчас мы немножко попробуем произвести такую операцию под названием «Чистка нашего аквариума». Фактически. С тем, чтобы вам показать поближе самих личинок в руках за фобусом. Не только на субстрате. Вот мы для этого придумали, взяли вот такое сито. Вот такое сито. Вот такое сито. Сейчас мы тут кое-каких. У нас уже есть личиночки. Хорошо. Кстати, я хочу отобрать здесь с помощью сито просто труху. И собрать всех личинок вместе одновременно. Достаточно сложно. Потому что жуков, личинок много. Там много. Сейчас мы их отберем. Сейчас мы их посмотрим, как они выглядят. Веселые такие компании. Посмотрите. Здесь уже остаётся только одна труха. После переработки. Так. Сейчас мы их отчелки. Потому что труху они уже здесь это фактически не идут. Её можно убрать. Вот. Слухоличные. Они вот здесь фактически едят вот эти мелкие кусочки растения. перепревших. Потому что в природе эти жуки деструкторы. Они идут. Виды этого рода. Они кушают разлагающиеся деревья. Поэтому если вы им предлагаете вот такие. Вот такие деревянные палочки. Они их прекрасным образом разгрызают. Вот видите, сколько личинок уже у нас здесь. Много оказалось. Теперь-то мы их можем и спокойно рассмотреть. Потому что они не взрываются. Рукой. А мы их сейчас прекрасным образом видим. Ну, здесь, думаю, что больше двухсот экземпляров. Ну, и видим вот палочки такие. Здесь даже уже будут разные возраста. Потому что здесь смесь разных возрастов личинок. И здесь более крупные, более мелкие. И всего отмечено 12 возрастов у личинок жукозофобуса. Вот опять мы видим, что они вот так вот собираются. Сейчас мы их приблизим. Вот теперь труху мы перебрали. Они снова будут, эти все вот мелкие кусочки деревьев, снова будут их прекрасным образом перегрызать. У них работа такая. Грызть и есть. Вырасти до взрослого состояния. И сейчас потом и посмотрим. Я покажу, что будет происходить, когда они вырастают. Сейчас я пока забираю труху. Вот, фактически, вот труху, которую они наточили из этих деревьев. Тут уже личинок нет. Даже самых маленьких. Потому что здесь у меня более взрослые возраста. Эту труху можно спокойненько даже выбросить. Или потому что личинок здесь нет. Для этого я их отсортировал. Вот, видите, они тут любят собираться. Такой веселый команду. Собираться. Открываем. И мы снова теперь высыпаем. Высыпаем. Здесь уже есть типа 4 сантиметра размером. Есть маленькие. Потому что кому-то еды не досталось. Кто-то младшего возраста. А кто-то кого-то и съел. Здесь нужно время от времени им давать новые кусочки растений. Иногда можно давать кусочки вот такого хлеба. Здесь переизбыток еды только скажется на том, что будут развиводиться мощные клещи. Если сюда насыпать просто, например, если сюда насыпать примитивным образом муку или крупу. Они вот очень часто так кучкуются. В этом особенности жуков-зофобосов. Вот они большой такой командой собираются. Вот, видите. Вроде бы как и есть ничего. Они так все равно пытаются куда-то уйдеть. Белковые пищи часто показывают, что подбрасывают сюда кусочки рыбы. Они прекрасно поедят рыбу. Ну и здесь не очень много. Поэтому, если сюда бросить рыбу, она будет портиться. Поэтому мы сюда ее не бросаем. Ограничиваем столько небольших белков. Ковы под конкой. И лучше сюда бросить вот такие крупные кусочки деревьев. Ну или, по крайней мере, небольшие. И все. И вот в этом процедура содержания будет... Это вот так им тесновато. Поэтому им надо бросить туда, чтобы им было здесь прятаться. Возвращаем им снова сюда кусочки деревьев. Чтобы не перегрызали эти кусочки деревьев. Возвращаем вот этот банан, который они найдут, преспокойненько. корочку хлеба возвращаем. И все. И вот здесь они будут уже спокойно развиваться. На вот таких кусочках. Ну, можем обратить сюда. И вот этот кусочек яблочков. Они будут вылезать снизу. И здесь прекрасно себя чувствовать. И найдут себе питательную среду. Поехали дальше. Кто из них теперь вырастет? Так. Взрослых посмотрели. Взрослых посмотрели. Теперь у нас остается... Что же произойдет, когда эти личинки вырастут? Дальше произойдет чудо. Чудо-метаморфоза произойдет. Вот третий контейнер. В третьем контейнере мы наблюдаем чудо-метаморфоза, о котором мы хотели рассказать. Вот, пожалуйста. Мы здесь наблюдаем лежащие и спящие куколки. Жука. Зафобусы личинки превратились в куколку. Потому что личинки сначала так активно двигаются, вырастают до 12-го возраста. сантиметров, примерно 5. Максимум 55 миллиметров. После чего они превращаются в предкуколочную форму. Такую они засыпают. Итак, у нас есть здесь один экземплярчик спящий. Такой спящий личинник. Вот раз, пожалуйста. Вот эта личинка, которая в стадии предкуколки. Она спящая. Потом она... Здесь происходит процесс преобразования. Физиология. И личинка такая сбрасывает свою шкурку прекрасным образом и превращается вот в такую белую куколку, называемую куколкой. Стадию развития. Куколка. Здесь, как вы видите, находятся кусочки деревьев, которые личинки старших возрастов прекрасным образом источили. Куколка здесь уже давно находится, где-то неделю. Но всего она здесь может находиться температуры по-разному. Стадия куколки. Предкуколки спящей будет продолжаться от 6 до 20 суток. До 22 суток. Вот такая колбаска свернутая личинка. А вот стадия куколки тоже долго будет продолжаться. От 8 до 21 суток. В зависимости на температуру. Практически почти месяц она может находиться, если холодновато. Если очень жарко в летних условиях. 8 суток и куколка превратится во взрослого жука. Вот здесь лучше всего, если появляются такие куколки, сразу же их отсортировать по стаканчикам. Вот таким. Что мы сейчас вам и сделаем. Вот у нас есть отдельные стаканчики. Вот раз мы берем стаканчик, берем куколку. Она так очень активно извивается. У нее есть специальные шипики, чтобы отталкивать личинок и других куколок. Потому что если они будут находиться вместе с личинками вместе, то личинки сожрут этих просто куколок. Хотя они и будут так дергаться и своими шипиками отталкивать. Что сейчас мы наблюдаем. Вот сейчас мы вынем эту куколку. Я вынимаю, вынимаю. И там находится сама куколка и личиночная шкурка. Вот эта куколка это вот личиночная шкурка, которая сбросила куколка. Личинка фактически потреснула, превратилась в куколку. А вот осталась личиночная шкурка. Уже будем теперь ожидать превращения в жука. Как я сказал, куколка продолжается развитие от 8 до 21 суток. А сейчас посмотрим, кто здесь в этом садочке находится. В этом садочке находились крупные экземпляры. Вот они личиночные. Вот видите, они наточили здесь множество таких ходов. А уже когда стало им время превращаться в куколку, они вот наверх залезли и остановились, и просто сбросили шкурку и превратились сначала они залезли и так остановились и перестали питаться. Превратились вот в такую колбаску. Так, смотрим, смотрим. Может быть здесь кто-то еще остался, потому что крупные взрослые личинки вот здесь они ходят точно такие входы. Они тут если друг друга найдут внутри этого хода, конечно же сожрут. Особенно если найдут куколку. Вот сейчас здесь у меня есть один экземпляр с куколкой. мы ее вскроем и покажем, что происходит. Вот мы разломываем. Видите, ооо, находятся две куколки. Две куколки, даже три. Даже три. Вот сейчас видите, вот одна куколка. А вот тут была личинка и от нее сожрали. Вот здесь куколка личинка сожранная наполовину. Куколка и следующая куколка. Они тут немножко грязные, потому что в трухе. Да-да-да, вот здесь вот одна личинка, ей не повезло. От нее осталась одна шкурка. Видимо, она здесь была поменьше и с ней расправились. Вот видите, раз, одна куколка, вторая, третья. а вот это наполовину съеденная. Куколки такие прыгучие. Личиночная шкурка одна и вот наполовину съеденная личинка. Вот сейчас приблизим. Где-то там еще куколка. Иди сюда. Вот она съеденная личинка. потому что надо было подпитаться перед превращением. Сейчас мы зубом приблизим. Вот такие куколки и вон съеденная личинка. Так, ясненько с вами. Переселяем. раз. Переселили. Куколки уже не питаются, естественно. Раз. Вот такие убежища. Убежища они здесь себе наточили. Я думаю, что понятным делом, чтобы они не стали бы их точить просто так. самым они здесь и подпитываются. Подпитываются на этом плелом дереве. А уже когда подошел срок их окупливания, они начали искать себе убежище и выразенных местах окуплились. Видимо, что здесь фактически есть одна спрятавшаяся личинка, которая меньше его размера. Сюда видимо позже пересажена и еще рано окупливаться. Так что здесь взрослых не так уж и много. Так, так. Я сейчас пытаюсь их там найти. В трухе нет. Это наверное последняя из таких крупных. Это не самая крупная. Самая крупная будет 55 миллиметров. и так вот тут оставшаяся труха, которую уже можно теперь выбросить и оставить только сами вот такие палочки. И сюда подсаживать уже личинок более взрослых возрастов, чтобы они здесь протачивали себе ходики и развивались дальше и окупливались. Вот такой сегодняшний сюжет о развитии жука азофобуса. О том, как он превращается из яйца в личинку и потом в кухолку. А потом снова опять вымаю и вот снова покажу взрослых жуков. Раз, два, три, четыре, пять. И вот когда они превратятся уже в жуков. Так, тут у нас личинки. Вот видите личинки. Это личинки. Личиночный ящичек. А вот тут для взрослых. Ну и вот появятся тогда взрослые. Взрослые у вас будут снова откладывать яйца. И дадут здесь будет влопиться личинки. Вот это сейчас мы посмотрим кто-то более крупным планом. Мы здесь видим смотрим на голову, на наличник. Это самочка. Потому что прямой наличник это самочка у нас. Так что вот такой сегодняшний рассказ про жука за фобоса. Про его развитие. Если вам было интересно ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. с вами был Вектор Форсов и жуки зафобосы от Ратуса. Передаю вам привет из Киева в столицу Украины. Пока пока. До новых встреч. Будем вам еще рассказывать истории как разводить жука зафобосы в домашних условиях. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал. Будет много новых интересных историй. Пока пока. Субтитры